Меня зовут Амин, как вам уже Ульяна рассказала, я работаю в DataArt чуть больше года, а в iOS в принципе уже больше трех лет. Сегодня я пришел к вам, чтобы рассказать про 3D графику в iOS, про нативный геймдев, затронуть немножко части VR и вообще понять, стоит ли менять вообще смысл разработки игр на нативный устройство, чем это будет лучше, например, чем кроссплатформенная разработка, чем хуже. Сегодня мы поговорим об этом. В DataArt я специализируюсь на графических движках и вообще на графические разработки, нативные только. Обычно, когда нужно сделать какие-то нативные действия, какой-то график или какую-то кастомную реализацию, то подхожу я и говорю, да, мы все сделаем, конечно, стиммейт 20 минут. Вот. Так что, пожалуй, начнем. Говорить мы будем о фреймворке с ZenKit. ZenKit у нас появился первый раз в macOS, еще на WDC12, по-моему, очень давно, и он был только в macOS. Через год его перевели уже на iOS, и это стало единым, скажем так, 3D API на iOS. До этого было очень много, вообще не только на iOS, а на всех устройствах Apple. То есть, вот, кто когда-то писал под macOS, знает, что мы под macOS связаем Cocoa, в iOS у нас UIKit и так далее. И это, вот, неудобно свапаться между двумя разными рендер-движками. ZenKit у нас полностью уникальный. Он работает на всех девайсах, на всех платформах Apple-овских, сразу же из коробки. В этом его несперимый плюс. Кто смотрел, кстати, WWDC последний, у нас Apple стартовал свой проект, Marzipan, по-моему, где он будет стараться сделать подобную вещь, что он сделал с ZenKit, только с UIKit. Теперь можно будет на UIKit писать еще и под macOS. Вот. Но, прежде чем мы начнем говорить про, в принципе, 3D-движки и графику, давайте копнем немножко в Origin, с чего все начиналось. Изначально, конечно же, первым таким полноценным графическим движком был OpenGL, который начали все юзать. Первая версия OpenGL вообще была не столько движком, сколько спецификацией. То есть это был просто файлик, где было 300 методов и все, которые умели что-то рисовать. И комбинируя эти методы, можно было построить какую-то уже надстройку, какую-то над ней библиотеку. Что и произошло, в принципе, со ZenKit. Почему эта спецификация? В 1992 году, когда OpenGL только появлялся, была огромная проблема с графикой в том, что не было какого-то единого понятия, как что рисовать на разных процессорах. Одна компания, которая производит, допустим, AMD, свои графические движки, у них был один способ реализации. У Intel другой. У всех свой был. И поэтому вот игра, которая была написана, допустим, на одном железе, она не могла работать на другом. И был огромный провал в компьютерной вообще гейминдустрии тогда, что мы не могли сделать игру и запустить ее на каждом компьютере. Вот мы вот не могли. В этот момент собрались ребята из Silicon Graphics, собрали большие концерны по производству железа, и давайте делать, как говорится, единую спецификацию. Как бы одна страна на всю планету, только в графическом мире. Собрались, написали ее, сделали, и у нас появился OpenGL. Код на OpenGL может раниться на любой платформе. Но прежде чем говорить про графические движки, до этого было еще и такое понятие, как гейм-движок. Первым гейм-3D-движком стал FreeScape, написанный еще раньше, до OpenGL. Соответственно, у него и была единственная проблема, что он запускался только на ограниченном количестве устройств. Он был написан буквально на коленках инженерами FreeScape. Как, помню, читал статью про FreeScape, говорил им, что их главный разработчик рассказывал, что у них была огромная проблема в поиске кадра. Потому что на тот момент задача реализовать 3D-пространство считалась, большинством программистов считалась невозможной. Но худо-бедно они создали свой движок, который реально реализовывал 3D-графику. Там были большие ограничения, там нельзя было, по-моему, иметь в отрисовке дробных исчислений. Все производные должны были быть целочисленными. А на 8-битных девайсах, по-моему, еще у тебя был шаг камеры только в 5 градусов. То есть ты двигаешь камеру, да, и у тебя как бы кадр двигается только рывками. Но в то же время ты мог, правда, использовать какие-то трехмерные примитивные объекты, кубы, параллелепипеды, пирамиды. Все это мог использовать в дополнение с 2D какими-то стенами, кругами. Единственное, что еще было, там было понятие датчика. Тогда не было такого понятия, как камера. Тогда было понятие датчик, потому что камера в нашем понимании, оно как бы определяет, что есть уже такая штука, как перспектива. Тогда перспективы не было. Тогда нужно было, скажем так, искусственно все это делать. Не было каких-то алгоритмов, которые определяли, что вот эта перспектива, вот эти объекты у нас отдаляются, значит они будут менять угол расстановки. Мы их будем видеть по-разному. Такого тогда не было и было все довольно худо-бедно. Почему Apple говорит, я тоже там был? Когда делали спецификацию OpenGL, на самом деле тогда Apple тоже принимал участие в ее поддержании. И стал одним из соучредителей этой спецификации. Что у нас по поводу камеры? Как я уже говорил, раньше не было понятия перспективы. В то время, как начали использовать понятие камеры, начало появляться и понятие перспективы. У нас всегда есть какая-то точка, у которой есть какая-то позиция и направление. И есть такие понятия, как Z-near and Z-far. Z-near говорит нам, что это та область минимальная, при которой мы будем видеть этот объект. И есть Z-far, соответственно, самая дальняя область, в которой объект будет виден. И все, что находится между этими двумя, скажем так, в этой пирамиде отрезанной, у нас будет называться view-фрастром. То, что мы можем видеть. В OpenGL на самом деле вот этот view-фрастром можно было описать некой матрицей. То есть сделать свой собственный view-фрастром. Хотите широкоугольную камеру? Сделаем. Хотите узкоугольную? Сделаем. Хотите, чтобы у нас была камера на 360 градусов условно? Можно было это сделать. Но в случае со сценки том, у нас это более-менее продефайнуто и зависит от экрана девайса, на котором это ранится. На данный момент, по-моему, в сценке те, что хорошего есть в камере, это то, что камера в сценке те, она практически полностью повторяет реальную камеру вообще в физическом мире. То есть там есть такие понятия, какие любят фотографы, как ISO, диафрагма, выдержка. Все это есть просто реализовано программным кодом. И по нескольку методов ты можешь реализовать очень красивые снимки. Просто в 3D мире ты можешь сделать очень красивый кадр. Да, сейчас мы немножко затронем первый курс университета технического. Поговорим про вектор. Что такое у нас вектор был в OpenGL и в чем его аналог с NKT и в чем различие? С XYZ все понятно. Это у нас отступы по каждой из осей. Кто не знает, у нас их три. А W это появилось уже, когда возникла необходимость, чтобы вектор. У нас в принципе его вводили, потому что эта структура данных может определять несколько значений. В случае силы это может быть одновременно и направление, а модуль вектора может быть как бы исчислением этой силы в ньютонах. А W нам в OpenGL, по-моему, он определил значение. Вот что это будет? Это будет позиция или это будет направление? В случае, если W, например, был нулем, тогда этот вектор считался вектором позиции. А если это была единица, тогда это был вектор направления. И OpenGL в принципе работал именно так. В Sennkit немного по-другому. Мы уже в Sennkit используем вектор трехпараметрный, там, где он нужен. В случае, если это позиция, то мы как бы знаем, что мы сетаем структуру в позицию, поэтому нам нет необходимости иметь W как параметр. Поэтому у нас W как параметр используется в случае, например, поворота. Попределить какой-то градус поворота вокруг этого вектора. Что у нас в повороте? Поворот вообще в принципе представляет собой поворот каждой точки нашей фигуры относительно какой-то точки. Как и в любом 2D движке, это работает в принципе, считайте, точно так же. За исключением одного момента. Если у нас кто работал в Score Graphics, знает, что есть такая штука, как Encore Point. И относительно этого Encore Point у нас происходят все повороты, перемещения. Это как опорная точка. В случае с 3D эта точка называется Pivot Point. Но это не совсем точка, это матрица. Да, в 3D используют матрицы, потому что этой структурой данных можно описать несколько значений. То есть матрицей можно описать позицию, скейл, поворот, направление. И все в одном структуре получается. И в первом рисунке у нас получается поворот относительно Pivot Point, который находится в абсолютном центре объекта. На втором Pivot Point смещен за объект. И поворот относительно него происходит. Плюс, помимо этого, есть еще повороты относительно какого-то вектора. То есть это тоже все реализуемо в Сценке Те. Это делается очень просто, буквально в один метод. Я думаю, вы зайдете просто в спецификацию Apple Developer и увидите нужную вам документацию, чтобы сделать это. По поводу матриц. Очень важно понимать, в каких элементах матрицы находятся нужные вам объекты. То есть если у вас есть матрица трансформации, вы должны уметь, например, взять из нее и забрать оттуда, например, перемещение или ее позицию. Первая матрица говорит, где находится вектор позиции. X, Y, Z – это четвертый столбец, первые три строки. Единичная матрица – это матрица, кто знает, считайте, это объект, который находится в абсолютном нуле сцены. То есть в начале сцены с единичным скейлом и нулевым поворотом. Матрица масштабирования. По главной диагонали первые три элемента с матрицей поворота обстоит дела намного труднее. Там в зависимости от того, поворот вокруг какой оси, вы можете эсканировать элементы. Там, по-моему, очень сложные формулы, потому что, например, если вам нужен поворот, текущий поворот состояния объекта, например, относительно оси X, вам нужно взять первые два столбца первых два элемента, первых два элемента второй строки. И взять, по-моему, синус, косинус, потом взять из них арк и получить в радианах поворот. И это будет только относительно одной оси. Поэтому, на самом деле, Apple нам немножко скрасил жизнь и добавил такую штуку, как вектор поворота, который сразу это делает, сразу насчет трех осей, сразу нужный нам поворот. Так что это можно немножко опустить. Но, кто хочет знать, как это работает, you are welcome посмотреть. Все. Дальше у нас уже не будет никакой математики. Дальше уже поговорим про вещи, более насущные в нашем 3D-мире, но не относящиеся к разработке конкретно. На чьей стороне будешь ты? У нас будет с левой стороны, на темной стороне, все наши Apple-овские фреймворки, а далее все остальное, что есть и что мы можем использовать в мобильном мире. Почему мы на темной стороне? Мы на темной стороне, потому что, на самом деле, все эти 3 фреймворка можно было бы объединить в одно, что-то одно. Если бы Apple захотел создать, не знаю, какой-нибудь SuperCore Graphics фреймворк, то вот эти все 3 фреймворка были в одно. Я это клоню к тому, что интеграция между этими фреймворками, она просто, она невидимая. Например, ты пишешь одну строчку кода импорт, и у тебя уже этот фреймворк есть на любой сети. В случае с OpenGL эти фреймворки, они самодостаточные. То есть он как бы в себе реализует все то, что левые 3 фреймворка вместе взятые делают. Точно так же Unreal и Unity. В этом можно сказать их минус, а можно сказать и плюс. Потому что в случае, если нам не нужна 3D графика, мы используем только SpriteKit, поэтому получается немного выгоднее. Так что решайте, на какой стороне будете вы. Дальше поговорим о вопросе, который на самом деле щепетильный для всех мобайл-девелоперов. Вот если у вас есть задача, будь то AR-приложение, будь то любая игра, какую вы хотите написать на iOS, что выбрать? Unity или SunKit? Ответа на этот вопрос на самом деле нет. Но если отвечать на вот этот вопрос, у кого длиннее, однозначно у Unity. У Unity будет длиннее в любом случае. Этот фреймворк существует намного дольше времени и у него огромнейшая комьюнити. Большинство задач, которые решает Unity, уже на высоком уровне решены. И скорее всего вы найдете любую штуку, которую вам надо сделать на просторах Stack Overflow. Со SunKit намного труднее в том, что если вы немного отходите от сценария, который предположил Apple, что вы будете использовать, вы решения не найдете. Вопросы на Apple, конечно, время от времени отвечаются. Но то, что я на своем опыте знаю, то из 10 вопросов только один будет отвечен. И вам придется методом каких-то, может, костылей или проб и ошибок добиваться нужного вам результата. Вот серьезно, очень редко бывает так, что вы найдете какой-нибудь трудный солюшен, уже сделанный в SunKit на Stack Overflow, скопируете его и вставите. Это основной, наверное, консерн, почему мы не можем использовать SunKit везде. Также есть второй вопрос, почему мы не можем использовать Unity. В зале кто-то писал на Unity? С опытом, хоть каким-нибудь. Ну, я вам скажу одно, ребята. Писать 3D игры на нем перг, конфета. Все решения есть на Stack Overflow. Все easy. Как только надо написать нативный view-контроллер или, не знаю, показать что-то из нативного UI, скролл, например, все, можете заколоть себя. Это, ну, реально, задача senior developer написать аналог table view. Это можно его кинуть на 2 недели. И еще 2 недели из тиммейта сверху кинуть ему, потому что это на баги, потому что они однозначно будут. Это реально очень трудно писать нативный UI на Unity. И поэтому, если есть приложения, которые половину своего реализуют какой-то нативный UI, там, какие-нибудь таблицы, какие-нибудь там профиль юзера, например, да, то в этих случаях однозначно лучше использовать Senkit. Получается, что корреляция между использованием Unity и болью от тех, которые вы получаете во время работы с нативным UI, она намного выше, чем вы получите от Senkit. Так что тут всегда нужно смотреть по ситуации. Если у вас реально приложение, которое использует один какой-то экран, то, конечно, Unity. Без вопросов. Если там приложение какое-то детское, где там нужно иметь какой-то профиль, ввести какую-то статистику, то, скорее всего, лучше использовать Unity, использовать Senkit. Фу, типа он мне на язык. Теперь поговорим о Senkit изнутри. Понятие сцены и как с ней работать. Благо всем движкам, кто бы как ни хейтил Xcode, наша среда единственная среда, которая нормально ли реализуется UI. UI, UI Builder, я имею в виду. Вот наш storyboard, он стоит реально многого. В том числе и Apple нас не обманули с Senkit. У нас есть отличный Senkit, как говорится, Editor. Точно так же есть еще и SpriteKit Editor, но это, скорее, не SpriteKit, а Particle Effect Editor. Но его можно использовать и в SpriteKit. Что мы видим в нашем окне? У нас слева есть иерархия наших объектов, нод. В любом 3D-движке объект называется словом узел, на английском нод. И реализует древовидную архитектуру. Большинство современных движков реализует древовидную архитектуру работы с 3D-графикой. То есть есть узел, он реализует какую-то модель. К этому узлу можно добавить саб-узел. И слева мы можем видеть эту иерархию. Справа у нас, как всегда, наши элементы работы с UI. Сейчас выбран элемент фигуры, где мы можем видеть позицию, поворот и скейл нашего объекта. Также bounding box. Кстати, забыл вам сказать. В 3D-пространстве любого движка мы используем единицы измерения C. То есть у нас расстояние в метрах, масса в килограммах, сила в ньютонах. Также мы можем добавлять любые примитивы. Примитивы в нашем случае это объекты, у которых очень легкая геометрия. Такие как прямоугольник, пирамида, конус. У всех этих фигур очень примитивная геометрия. И Stinkit может позволить себе максимальный перформанс, используя эти объекты. Точно так же мы можем добавить цвет, освещение и даже магнетизм. То есть Stinkit умеет работать с физическими явлениями, такими как магнетизм, такими как... Ну, гравитация это понятное дело. То есть если вы будете реализовать какое-то полноценное физическое взаимодействие между объектами, то Stinkit может это сделать буквально прямо из сцены. То есть можно просто взять, закинуть, накидать элементов, как мы это любим, в Storyboard. И все. Точно так же и с анимацией это я взяла. В Stinkit есть понятие освещения и понятие модель освещения. Это разные вещи, их стоит отличать. Освещение это то, какой у нас свет. То есть у нас он будет, например, как лампочка, или будет, например, как этот прожектор. То есть это просто способ распространения света. Например, если у нас будет вот такая круглая, это будет Spot. Если Directional, это будет как прожектор. Если Omni, как лампочка. Ambient, это вообще частный случай. Никогда, помню, не было случая, когда мне надо было его применить. В основном будет использоваться Omni или Directional. Все зависит от ситуации. В любом случае, это всего лишь вид света. В то же время модель освещения – это то, как текстура вашего объекта будет реагировать на это освещение. То, как она его будет отражать. Потому что если мы возьмем в реальном мире один объект и сравним его с другим объектом, в зависимости от того, какого он цвета, какой там материал, свет будет отражаться по-разному. В то же время у нас есть матовый цвет, он будет более преломлять, а отражать цвет он будет более мягко. Если мы возьмем какую-то лакированную поверхность, отражение света будет более жесткое. С помощью модели освещения мы можем симулировать подобные вещи. Фонг, ламберт, блин – это все зависит от того, какие текстуры вы используете. Physically Based – это относительно новый способ, который позволяет нам использовать свет из заранее скорбленной картинки. Давайте посмотрим вот это. Image-based lightning вместе с Physically Based. Physically Based – там прикол в том, что мы используем как можно больше текстур, которые как можно ближе приближены к объекту, который мы хотим показать. В случае чашки, то чашка должна иметь какие-то блики, отражать что-то. В случае с фонгом, например, мы бы имели просто какой-то статичный цвет у объекта, и максимум – это тени от света, которые мы получаем. Physically Based позволяет нам, правда, иметь объект, максимально приближенный к реальности. Также есть Image Based Lightning. Image Based Lightning – это способ передачи света, один из способов передачи света. Если только что мы говорили про то, что у нас есть свет от лампочки, свет от прожектора, есть еще и такое понятие, как свет от картинки. SceneKit умеет принимать на вход картинку и определять, в каких местах этой картинки свет более выражен. То есть если он видит, что пиксели, например, слева более ярче, чем пиксели справа, он точно так же обернет эту картинку напротив, вокруг нашей модели, и поделит эти пиксели ровно на модель. То есть если у нас были, например, слева пиксели светлее, то у нас на модели слева будет как бы более светлая часть. Это позволяет иметь объекты… получать объекты максимально приближенные к сцене, в которой мы реализуем. В случае с ARKit можно добиться результата, что, допустим, если скормить туда картинку, очень приближенную к обычной квартире, то на всех моделях AR-сцены можно будет видеть, что сверху как будто есть какой-то свет от лампы. То есть туда какой-то блик идет сверху все время. Ты поворачиваешь, ходишь вокруг этой модели и видишь, что этот свет все время изменяется. Там есть какое-то отражение какой-то квартиры. Очень слабо видный, но напоминает так, как будто ARKit умеет брать свет вокруг нас и проецировать его на объект. Такое ощущение складывается, но это, конечно, не так. Вот примеры того, как используется Image Based Lightning. SceneKit и его физический движок. У нас в SceneKit есть несколько вариантов шейпов, которые мы можем использовать. То есть есть какой-то объект, у него есть геометрия. У этого объекта геометрии не всегда обязательно, чтобы его шейп в физике был точно таким же, как и геометрия. Это все как бы depends. Но так же, как и с объектами геометрии, у нас есть точно так же дефолтные шейпы. То есть опять же, круг, конус, и они перформят, опять же, лучше. То есть если вы будете реализовывать подобные вещи какие-то, то есть у нас прыгают какие-то фигуры стандартные, то они будут перформить лучше всего, потому что калькуляция физики работает на них быстрее. Точно так же есть и более сложные варианты, когда, например, физический движок полностью повторяет шейпом физики, шейп, который у вас есть на модели. Точь-в-точь повторяет, но он работает медленнее. И вам нужно дважды себя спросить, а нужно ли вам это. Если у вас есть человек, например, персонаж, который единственное, что калидит, это пьет ногой, то нет смысла делать весь персонаж максимально приближенным к реальности. Да даже его ногу не надо так делать. То есть по идее вам хватит просто прямоугольника на ноге, который это сделает. Все остальное уже можно будет посчитать. Точно так же есть несколько вариантов этих самых физик-шейпов. Статический, динамический и кинематический. Почему они существуют такими? Потому что статик шейпы, как правило, ими делают объекты, которые никогда не будут двигаться. Какой-то камень, который стоит. У них, как правило, масса бесконечная. Растет до бесконечности. Почему они такие? Обычно статик объектами делают объекты, через которые нельзя пройти. Физический движок сценкита умеет реализовывать такую вещь, как проход физического тела через физическое тело. Все зависит от силы, которую вы применяете. Если объект физического тела плоский, а объект, который в него врезается, имеет большую массу или большую силу, или большую скорость, то мы можем пройти сквозь него. И это сценкит будет нормально отрабатывать. Динамик. Динамик – это стандартный физический шейп. Он реагирует на все. Все, что к нему прикасается, все, что мы к нему применяем, на все реагирует. Кинематик – это что-то типа решения между двумя этими стульями. Ты вроде бы перемещаться и реагировать на силу не можешь, но можно сделать так, например, взять дубинку, санимировать ей движение удара и сделать ее кинематиком. И этот удар пройдет. Сработает какая-то сила. Но там не то, что не сработает какая-то сила, объект эскалидер, но силы не будет. Потому что этот объект – кинематик, у него также бесконечная масса. Мы не можем ему взять просто и… Вы представляете, да, если объект бесконечной массы тронется до какого-то другого объекта. В физическом мире он улетит на бесконечно большое расстояние. К нему применится бесконечно большая сила. В случае с кинематик он существует только для того, чтобы поймать коллижен. То есть, что эти два объекта соприкоснулись друг с другом. А потом уже, так как мы делали анимацию, мы просто можем посчитать, вот какой был транзишн анимации. Если мы 3 секунды ударили, то мы можем как-то продефинить какие-то значения, что если это был удар в 3 секунды, тогда пускай применится такая-то условная сила на объект. Вот такой у нас кинематик. В случае с татиком анимация не применяется. Кстати, что еще важно знать? Анимация и физический движок вместе не работают. Если вы взяли и толкнули объект, а потом к этому объекту применили анимацию, у вас ничего не сработает. Анимация просто не будет работать. Вы будете апплайить и смотреть, почему не работает. Дело в том, что движок не может одновременно посчитать анимацию и физику. В принципе. Точно так же, если у вас будет анимация, и вы там скажете, во время этой анимации, если это, конечно, не кинематик, ударься, то он тоже не ударится. Вот поговорим насчет силы. В санкит силы измеряется в ньютонах, а вектор силы, как и в любом другом движке, вектор силы определяет направление, а модуль этого вектора определяет саму силу, с которой мы этот объект дергаем. Сила применяется к пивот-поинту. Может применяться к пивот-поинту, если мы не используем позишн. Если используем позишн, то этот позишн относительно пивот-поинта этого объекта применит эту силу. То есть в случае, если у вас там есть человек, и вы хотите, не знаю, показать ему, какой у вас хук справа, то вам придется применить силу не к центру его массы, которая, скорее всего, будет вот здесь, а к какой-то конкретной точке. И всегда эти координаты будут относительны. Вот пример метода applyForce. В direction у нас все векторы начинаются с scn, а также есть параметр asImpulse. Дело в том, что сила применяется по-разному в зависимости от этого параметра. Если этот параметр указан false, то сила применится только на один фрейм. То есть если вы применили эту силу и все, то вы на экране ничего не увидите, потому что он применился к одному фрейму и все, закончился. Если вы применяете с импульсом, то он берет максимальное значение этой силы и уменьшает его, пока эта сила не закончится. Если вы импульс false обычно реализуют в рендер лупе. То есть в рендер лупе мы сами кастомно смотрим, какую силу и трекаем это время. Если мы пишем импульс плюс, true, станкид сам решит, когда эта сила должна пройти, сам посчитает все. В случае с false мы должны эту силу применять на каждом кадре и сами считать, когда все произойдет. Все, что нам нужно, по крайней мере. А как же без анимации? Apple как-то говорил, что мы должны в своих программных решениях применять всегда самые высокоуровневые решения. Вот как в случае с NS Operation Dispatch Q, то NS Operation считается более высокоуровневым решением. Точно так же и здесь. Scene Action считается более высокоуровневым решением, чем Core Animation. В то же время Core Animation точно так же работает, как и везде, только с 3D объектами. Точно так же есть Property Animatable, которые мы можем анимировать. Но в случае с Scene Action мы можем даже реализовать какую-то анимацию прямо из эдитора. Скажем так, небольшой свой Animation Builder. Точно так же эти экшены, мне очень нравится, как их сделали Apple, они унифицированы. Ты всегда можешь... Аплайны только один экшен, да? Но этот один экшен может быть из кучи саб-экшенов, из кучи экшенов, которые превращаются в какую-то Q из экшенов. Это Q из экшена, где последний экшен может репититься. Ну то есть довольно прикольные вещи можно сделать с помощью простых экшенов. И этот простой экшен, это всегда будет либо Transition, либо Поворот, либо Scale, либо Fade. Все максимально просто. Помимо подобной анимации дизайнеры, ну это уже ближе к дизайну, есть анимация, которая называется запеканием костей. Это когда уже дизайнеры где-то в своем 3D-движке берут, запекают кости в объект. В каждом 3D-объекте есть property skinny, нет, не skinny, скелетон, скелет этого объекта. И Stinkit умеет, конечно, проигрывать эту анимацию точно так же. Есть большие, на самом деле, скажем так, большие, средние трудности вместе с этим, простите, с этим, потому что анимация, которая запечена в костях, не всегда передается правильно. Stinkit поддерживает три формата 3D-объекта. Stn, его рутовый формат Object и DE. На самом деле, самый preferable на данный момент DE, ну, кроме WWDC12, они выпустили свой формат. Посмотрим, как он еще будет работать, я еще не успел проверить. Надеюсь, будет лучше, потому что коллада работает такое. Очень часто было, что дизайнер сохраняет какую-то анимацию, сохраняет какую-то модель, я ее либо не могу открыть, либо этой анимации просто не существует. Поэтому есть небольшой геморрой с этим. Но в случае, если все хорошо, и у нас анимация прошла, то оно работает. Точно так же есть еще один способ чисто вот для общего развития анимации, называется анимация через морфы. Анимация морфов это когда вам нужно анимировать непосредственно геометрию. Если у вас есть лицо, и у тебя лицо должно, например, улыбнуться, а лицо это один сплошной шейд, то можно санимировать его морфами, так чтобы улыбнулся. как обычно делают игры. И все эти вещи. Но это морфы на самом деле вещь очень сложная, надо копать туда все глубже и глубже. Там очень много геометрии. Вот. Вот такие у нас есть анимашки. Про сценкит квикстар. Вот тут вы можете видеть, в каких версиях он появился, в каких можно его использовать. На данный момент мы можем спокойно сказать, что на всех выпущенных девайсах мы точно сможем использовать сценкит, за исключением рендер движков. Дело в том, что, насколько я помню, в старых версиях, либо в старых, либо во всех версиях iWatch, мы можем использовать только Open GLS версию рендера. И не можем использовать металл. Это, на самом деле, небольшая проблема, потому что обычно, когда пишут такие апочки, хочется, чтобы они были овер на все платформы. Ты сделал одну логику, и UI-чик у тебя просто подтянулся, за исключением пары конфигов, на все девайсы. В случае с WatchOS, по-моему, так не сработает. Вам придется переделывать сцену. Вот. Идем дальше. Когда вы создаете проект, гейм, гейм проект на сценки, тебе обязательно нужно выбрать сценки, как рендеринг API. Он вас попросит выбрать рендеринг API, и там будет металл, спрайт, кит, сценки. Сценки создаст вам вот такой темплейт, там будет наш самолетик, который будет крутиться, здесь будут какие-то дефолтные экшены, как создаются сцены, и все на самом деле максимально просто. Есть сцена, есть камера, есть позиция. Погнали. Вот. Точно так же есть еще два таких интересных пропортий у сценки, только у сценки, то есть в арки вы не сможете их использовать, не идут вам никакого результата. Allow Camera Control позволяет энейблить управление камерой. Сценкид сам за вас как бы использует камеру. Просто не надо никаких гестеров, просто использует камеру, но это очень частный случай, вот очень. чтобы вам понадобился Allow Camera Control, это я не знаю, это если у вас есть выставка, и вам надо показать какие прикольные сделали модельки ваши дизайнеры, то да, в основном нет. Show Statistics true покажет, что у нас вот такой у нас фрейм рейт, и сколько у нас треугольников есть в сцене. Кто не знает, у нас вообще во всех 3D-движках любая геометрия описывается треугольниками и ромбиками. И справа внизу мы можем посмотреть сколько их у нас есть на данный момент в сцене. Чем их больше, тем сложнее рендерить эту сцену соответственно. Еще такой нюанс в конечно симуляторе. на самом деле я тестировал я тестировал эти вещи скажем так максимум что я пробовал чисто из разряда общих знаний мы с одним из дизайнеров кстати из Киева 3D-шников запилили максимально крутую модель пистолета. В ней было овер 14 тысяч треугольников это очень много для это для компов довольно много потому что там не используют настолько модели которые настолько детализированы и мы их запустили и я имел на правда на 7 на 7 плюс я имел 60 фпс но у сценки то есть такая проблема что когда ты добавляешь такой объект сцену идет небольшой пролаг то есть тогда фпс падает где-то на несколько где-то на сейчас вам чтобы не соврать на полсекунды но до 30 падает и это ощутимо а потом дальше продолжает 60 фпс крутить то есть вот такие дела есть конечно преперы прелоды и так далее это все тоже можно настроить но вот максимум что я пробовал 14 тысяч и оно работало нормально больше не нашли такой модели но опять же это все зависит от того сколько у вас таких моделей если у нас будет таких пистолетов 10 то мы загнемся мы сразу же загнемся поэтому в сцен ките есть такая вещь как level of details мы можем настроить с помощью сцен кита такую функциональность что у нас у нашего объекта у нашей модели будет меняться геометрия в зависимости от того насколько дальше он от нас то есть нет смысла нам прорисовывать 14 тысяч треугольников если этот пистолет находится в 10 метрах от нас мы будем все равно его видеть как чуть лучше чем треугольник обычно вы видели поэтому обычно заменяют на более легкие модели которые показывают что там есть какой-то пистолет как только мы к ним подводим у него увеличивается его как бы его геометрия растет его точность всех фигур вот так кто смотрел презентации apple с цен кита должен знать этого парня это макс это уже вторая демка про макса первая была там на таком островке это уже вторая она показывает нововведения такие как например лава как думаете как она сделана как эта анимация работает нет не particles там есть particles то есть но это не сама лава там ради эффекта такого что вот там так горячо и так далее или что вот эти вот искры летают это вообще спрайт спрайт оверлай с цен кит и спрайт кит вместе просто максимально близко как это возможно лава действует по другому принципу есть в цен ките как раз с этого обновления возможность делать анимацию текстур то есть на самом деле лава это одна сплошная нода у которой есть несколько текстур на вход и эти текстуры просто быстро разменяются друг за другом да да просто просто у тебя нода нода может быть любой это может быть плейн искрепленный как хочешь если мы возьмем сцене и заглянем под эту лаву то мы ничего не увидим там не будет какой-то объемной фигуры это будет просто как бы сплошная дорожка по которой сверху у нас меняются текстуры друг за другом очень быстро и это работает на уровне сценки эдитора то есть дизайнер может зайти кинуть это сделать эту анимацию и все и оно будет работать вот такая у нас демочка поговорим немного о ауэйсом стентит проекта который я знаю вот этот проект писал я еще до того как попал в дата арт мы писали ну скажем так на аутсорсе для немецкой компания циралити этим проектом занималось сразу 7 айос разработчиков и всего команда насчитывала больше 25 человек включая дизайнеров пьемов пьвеев и так далее серверную часть все все что вы видите здесь сделано на сценке те что-то на металле что-то на спрейт те но максимум который можно было выжать из версии тех движков того времени проект писался два года назад мы здесь выложили тут же точно так же река точно так же вот этот туман вы не обращайте такого внимания на самом деле это просто партикал эффект какой-то вот игра вообще это мимо рпг игра кстати кто хочет может скачать попробовать оно реально нормально ранилось на пятерке на тот момент у меня был 5s я открывал эту игру и думал бляха мух оно нормально работало и в принципе это почему мимо рпг вот эта карта большая она полностью бесшовная то есть сервер на своей стороне как бы эту карту рисовал рисовал в смысле координатами а мы уже отрисовывали ее в сцене то есть это было вот реально бесшовный мир какой-то и смысл этого этой игры был добраться до центра этой карты в центре этой карты стоял король и так далее ты можешь всегда выбрать какое-то количество на самом деле игра очень похожа на crash of plans со своими фишечками типа что мы можем нанять юнитов напасть и увидеть какое-то сражение как бы в стратегии вот мы например победили какого-то игрока и мы переместились на его точки такими победами можно было перемещаться до центра карты чем ближе к центру карты тем сильнее противники потому что чем ближе к центру карты там куча бафов было и так далее на самом деле игра огромная была она в ней было больше даже нет не больше вру около тысячи файлов и для мобильного проекта это очень куча сцен куча вариантов расстановок а игра всего весит 350 мегабайт это и на самом деле один из новых плюсов для сценки чем юнити юнити проект весит больше это факт он будет весить больше и ну никак вы это не исправить сценки будет весить на порядок меньше для этого проекта это было важно потому что иметь игру на 800 метров или на 500 это большой большая разница вот это пример когда я нанял каких-то юнитов и мы пошли сражаться на какого-то ближайшего бандита он нас конечно же вынес мы с позором бежим вот такая была игрушка battle поражение можно так и было так и было вот поэтому и существует загрузка загрузка кто не знает загрузка не потому что там сейчас происходит жесткий рендеринг загрузка происходит как раз для таких моделей мы обновляем кучу данных кучу противника кучу данных о себе о том кто нас нападал там просто огромное количество запросов идет подряд да это мультиплеер дальше немножко затронем хлеба Димы поговорю про R проекты которые я делал это что-то типа augmented reality social network у нас есть с помощью core location какие-то посты которые люди расставили в разных точках города и мы можем их притянуть к себе либо сами подойти к ним с помощью augmented reality движков посмотреть на них посмотреть что там люди постили какие-то может сообщения у них есть посмотреть на них может пролайкать это все работало конечно же работает с Nketom и вот один из вариантов когда мы применили PBR physically based rendering когда ты притягиваешь к себе объект можно видеть что когда ты его поворачиваешь он как бы бликует немного намекая на то что он как бы умеет отражать цвет что он текстура более качественная в то же время с этим проектом большая была проблема в том чтобы показывать множество HD картинок в одном месте нет такого понятия вот в сцене ты все равно закидываешь все в сцену вот даже если они объекты находятся сзади тебя они все равно отрендериваются и на самом деле в 2D UI у тебя вряд ли будет такая возможность иметь сразу 50 картинок на одном экране ну вот не будет либо они будут слишком маленькие и заскелленные либо либо не будет такого точно не будет вот здесь такой вариант был и что мы делали мы уже начали очень многие вещи придумывать как это реализовывать и основная тема была в том что мы показываем картинки только те что есть непосредственно сейчас на экране в ближней доступности до нас то есть картинки которые сзади нас не показывать мы быстро их подставляем прямо на лету вот такая такая была приложение по поводу сценки то заключение наше плюсов какие у нас плюсы у нас плюсы в том что к сценке прилагаются довольно большое количество сопутствующих фреймворк помимо спрайт кит помимо метал все есть еще и дополнительные штуки такие как геймплей кит например он позволяет вам реализовывать такое понятие как entity component architecture это скажем так 3d игры можно писать с помощью MVC никто вам плохо не скажет может быть но если вы реализовываете игру полноценную игру то скорее всего ваш выбор будет в entity component architecture с помощью нее можно реализовывать такие вещи как следование или группирование например несколько объектов будут как например мобы в группе какой-то IT и это будет очень просто можно задавать такие вещи как например там боязнь что от вас объект будет убегать в какую-то рандомную сторону а можно не в рандомную сторону случае если бы геймплей кита не было мы бы это все реализовали руками сложность разработки увеличилась стоимость увеличилась и так далее для нас apple сделали геймплей кит также разработка на свифт и коллада писать на свифт классно прикольно молодежно коллада относительно тривиально для работы с ней то есть читается быстро весит мало работать можно косяки есть бесплатно в использовании бесплатно правда бесплатно также есть в любой среде от apple то есть в каждом девайсе она как бы из коробки вам не нужно скачивать дополнительные через какой под какие-то доп библиотеки все есть из коробки это конечно же его плюс вопрос подключения мы уже говорили и так далее а вот насчет минусов минусы это конечно же тот же самый случай что мы можем использовать только в экосистеме apple и отсутствие огромного community очень сильно ощущается то что нет решений которые вроде бы простые но тебе придется все равно над ними попотеть и это будет возможно вас злить вроде просто поставил лампочку поставил все работа и не всегда так будет ну не всегда надо копать надо копать надо разбираться надо свои костыли мутить надо все делать вот такие у нас конс со сценки том есть какие-то вопросы у нас есть микрофон как много вообще проектов уже существует но вот потому что ты показывал социальная сеть допустим да вот как много уже такого и скажем так куда все это двигается вектор этого развития смотрите я не могу разглашать тайну дата арт но лично я уже даже если не в дата арте просто есть пример такие что я как минимум три проекта на аутментед и сценки те уже эстимировал то есть они уже есть они уже разрабатываются минимум три это было за последние три месяца то есть это довольно много очень крупные проекты по поводу сценки я не могу просто взять папку в апсторе скачать и посмотреть сделанные сценки том или нет я могу вам только показать те которые делал я и на примере той же игры battle hord видно что делать можно и скорее всего вы не отличите апку на сценке те апки на юнит скорее всего просто 2d юай на санкете будет по смуз более смуз анимейшн и так далее вот так с дополнительной реальностью вам не надо забирать хлеб димы еще есть вопросы да я просто вопрос под сцен кита и как то так в конце зацепили двумя минутками меня интересует там есть магнетизм да то есть сцен ките там есть какая-то физическая штука вот есть ар да можно ли совместить чтобы физика осталась на столе есть два объекта которые могут потенциально примагнититься можно это сочетается да конечно аркит и сцен кита не аркит это всего лишь точка доступа для вас для того чтобы понять чтобы ваша камера сцен ките работала по сути аркит это будет изменение трансформа вашей камеры если бы делали просто какую-то игру на сцен ките вам бы пришлось управлять камерой самостоятельно менять ее позицию менять ее параметры и так далее аркит просто берет на свою на себя управление этой камерой все только в этом разница даже продолжение но аркит он нам еще дает плоскости да это как дополнение ну так в этом то и вся основная суть он нам дает какую-то плоскость какой-то стол и это уже не просто камера мы хотим расположить два объекта чтобы они взаимодействовали физически на этой плоскости смотрите дело в том я опять наверное заберу много хлеба от земля проблема в том что плоскость тебе аркит не даст плоскость он даст тебе точку даст тебе точку что вот здесь плоская поверхность он не даст тебе точные какие-то вот прям точные размеры он скажет что вот здесь плоскость а ты уже потом на эту плоскость вот в этой точке ставишь площадь какую-то просто какой-то плейн на этот плейн ставишь два объекта реализуешь магнитизм вот в этом только панч сейчас подожди я еще не закончил по поводу сценки полезная литература очень рекомендую прочитать apple games by tutorials от рейд бендер ли там очень многое описано практически все что можно посмотреть ну конечно wdc презентации на сайтах apple можно кучу сэмпл посмотреть feel free to download порог вхождения санкет относительно такой то есть не дал девелопер точно войдет как по маску главное просто понять как работает 3d мыслить иметь 3d и все будет окей